От 17-го до начала 20-го века этот лист действительно в цене. Лучшие образцы живописи, которым могут позавидовать музеи с мировыми именами, хранятся и в Курске. Акварель и внимание, графика. Название этой выставки должно как раз спровоцировать зрителя внимательно отнестись к графическому листу и напомнить о том, что вот такой незамысловатый предмет, как лист бумаги, который каждому знаком с раннего детства, мы все начинаем рисовать, еще не разговаривая, на самом деле вещь изначально ценная. Западная Европа на выставке представлена скромно. Тем ценнее она для зрителя. Миланский собор неизвестного художника 19-го века, буквально сводящий с ума синевое небо. Или акварели представители австрийской школы Гатта Фердинанда. Интересный был человек, писал в основном такие высокогорные панорамы, которые публика ценила за очень точное профессиональное изображение и за такой вот отменный вкус. Топографически точные видовые рисунки были одним из любимых жанров европейцев в 19-м веке. А вот в России тогда царил салон. Заказные портреты, красивые женщины. Притягательная дама в изумрудном платье – портрет Зинаиды Штильман, кисти Бориса Кустодиева. Форма овала, она очень сложна, но хорошо, как-то он и посадил ее эффектно. Заказной. Он и по форме картинной, и очень по настрою вот такому дамы. Левитана, Ивазовский, Брюллов, Репин, Серов, Серебрякова. Слава национального искусства. А это работа не менее известного отечественного мастера. Меркурия и компания. Многофигурная академическая композиция. Вот чудесный пример наброски ареста дамчика Бренского. То, что в экспозиции, может быть, не работает. То, что интересно смотреть, когда ты берешь этот лист в руки и крутишь его. Потому что этот лист, он как, не знаю, как росписи пещеры Альдамиры. Портреты, пейзажи, интерьеры, работы на античные и евангельские сюжеты, натурные зарисовки и домашние упражнения. Пастель, сангина, акварель, гуашь, уголь, карандаш. Листы монументальные, картинные и малоформатные. Каждый зритель найдет на выставке что-то свое.